и давайте измерим здесь высоту потолка того отделки сразу предусмотрены полы с подогревом вот так выбрасывать деньги на ветер сделать из нее так то непростая какая-то дверь гостиницу пришел реально уважаемые хитрые обратите внимание и ведется монтаж водоснабжения ну то есть это на самом деле так называемые кивы ну если так дальше досмотреть факт друзья добрый день я андрей артемов после моего выпуска про жилой комплекс сибирь со мной связался представитель застройщика и пригласил показать все что внутри здания знакомьтесь александр добрый день уважаемые друзья коллеги будущие даже жители я не сомневаюсь но вот сегодня так скажем мы с вами посетим непосредственно наш жилой дом уже посмотрим изнутри расскажу о части будущее развития проекта развития самого микрорайона ну и что соответственно планируется ну и постараемся так скажем совместно с андреем все-таки убедиться что наши рендеры наш раздаточный материал он по факту соответствует действительности что будет на самом деле что хотелось бы с чего точнее хотелось бы начать на сегодняшний день нашу так скажем экскурсию ознакомление с нашим жилым комплексом сибирь это так скажем вот с данной зоны вот вы можете наблюдать будущую пешеходную зону в данном микрорайоне с левой стороны будет проходить велодорожка с правой стороны будет проходить пешеходная зона то есть если дальше допустим посмотреть мы можем даже видеть с вами уже подготовленный въезд на эту велодорожку с последующим соответственно проездом здесь будет производиться уже весной последующей посадки различных насаждений то есть часть насаждений как вы видите мы в прошлом уже эту зону благоу благоустраивали и если взять допустим начало 21 года 2021 когда мы только сюда пришли начинали строительство здесь ну я даже не знаю как это описать но здесь просто был был бурьян как я это называл свое время зона пустырь был был пустырь который абсолютно не никем не ухаживался то есть никто за ним не ну не держал его в чистоте не стриг газон и так далее что мы свою очередь уже в 21 году здесь сделали пешеходную зону с лавочками это фактически будет наверное начало вот этой пешеходной и пешеходной зоны и велодорожки которая фактически потом в будущем будет полностью опоясывать весь микрорайон то есть мы дальше пойдем уже в сторону перекрестка так скажем до сторону ленты далее мы соответственно будем уходить на правую сторону и соответственно будем полностью также этой зоны все опоясывать ну и уже мы по крайней мере на сегодняшний день уже от соседей ближайших домов получаем так скажем ну обратную связь с точки зрения того что появилась наконец-таки освещение коем отчасти на мой взгляд страдает да и район тельмана да и как непосредственно сам город колпина пустили шишки все как показала практика что это все таки корейская пехта агроном да приезжал ну что настройку пойдемте тоже вот сразу отвечая на ваш вопрос касательно да вот вы обратили внимание на так скажем отверстия вы можете их наблюдать на первых этажах то есть это на самом деле так называемые кивы клапаны индивидуальной вентиляции то есть они у нас вообще в принципе предусмотрены до с точки зрения проектирования вообще в каждой квартире и в данных я смотрю внизу два есть вот там один да потому что здесь я скажу так здесь данном случае это железобетонное изделие то есть изначально она была предусмотрена с кивом соответственно ну как бы не выбрасывать его установили но его его в любом случае то есть будет чеканка то есть есть конусы которые да у нас соответственно остаются то есть он будет задел но во всех квартирах вот мы сейчас другой стороны обойдем эти кивы так скажем клапана и вентиляция они имеются коммерческие помещения на первых этажах ну соответственно как вы можете по дому наблюдать да то есть остекление уже закончена не лоджии вот я еще в тот раз обратил что вот ну все так ровненько четенько сделано лоджии да тоже застеклили видите соответственно у нас на лоджиях предусмотрены как раз вентиляционные решетки с точки зрения будущего размещения кондиционеров и кондиционеров и для вентиляции кстати тоже очень да 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 ну сейчас немного даже зайдем с вами так скажем хочу показать что уже происходит на сегодняшний день по дому б да то есть ну чтобы так скажем понимать на сегодняшний день ну вот можете обратить внимание мы в принципе вот на днях уже будем сдавать подстанцию распределительную ну и непосредственно вот он у нас дом так скажем б он у нас домом считается повышенной комфортности сейчас объясню почему мы чуть дальше поднимемся ну можете наблюдать в принципе вот я еще раз повторюсь нам скрывать нечего мы как бы всегда открыты и ведется монтаж водоснабжения но в принципе вот-вот уже закончится также уже идет установка у нас лифтовых кабин лифтовые шахты у нас монтируются уже то есть лифты у нас уже лифты у нас китайской премиальной марки delfar вот название соответственно грузовой и соответственно пассажирский то есть тот же отец это тот же китай ну если так дальше досмотреть фактически но опять-таки они все прекрасно понимаем в какой ситуации мы сегодня находимся ну и как говорится мы с этими лифтами уже давно во первых работами я скажу так нареканий с точки зрения дату и конечно да чеканка все это есть но это мы сейчас точки зрения монтажа все расскажем все у нас парадные имеют сквозной проходит во всех абсолютно дома то есть у нас с точки зрения огороженности территории будет следующим образом они с торцов будут закрыт полностью вся придомовая территория и основные входа будут находиться с наружной территории жилого соответственно комплекса ну соответственно пойдем через эти вот здесь еще кстати хочу момент показать уважаемые подписчики обратите внимание что здесь у застройщика технологическое отверстие то есть это хорошо проработанный проект никакого многих потом они за вспомнили что надо было и выдолбили просто дырень то здесь уже технологическое отверстие просто потом закроет поставят как они называются эти противопожарные муфты и все на этом а вот она вот она можете посмотреть уж теплотная росвиброзвук материал для виброшумоизоляции межэтажных перекрытий маркировочка нужно вот здесь уже можете наблюдать до работу по установке соответственно по подготовке шахте добрый день по подготовке шахт лифтовых кабин ну и почему же мы его называем дом повышенной комфортности по той самой причине что в этом доме у нас до девятого этажа идет всего лишь пять квартир на площадке а с девятого этажа у нас идут всего лишь четыре квартиры на площадке но как вы можете заметить что в любом случае также у нас здесь остается пассажирские грузопассажирские лифты да ну и соответственно планировочные решения здесь в основном квартиры большой площади то есть ли взять вот допустим это трехкомнатная у нас квартира да то есть здесь у нас кухня гостиная ну и соответственно изолированные такие вот спальни соответственно две стороны которые мы можем здесь наблюдать давайте-ка мы измерим очень-очень чувствуется высота потолка а здесь есть еще отличительный момент что замесить 74 274 еще не было что здесь 290 274 но надо еще учитывать что здесь стяжки нету здесь еще пока стяжки у нас нет 274 но 68-69 около того но мы потом с вами же зайдем уже в дом уже с отделкой непосредственно мы все с вами это уже увидим ну вот такие вот у нас соответственно это еще без заделки то есть вы видите разводка систем отопления вертикальный вертикально да то есть это будущие наши изменения которые произойдут уже на данном микрорайоне это то что я думаю что в будущем идем на горизонтальную систему разводки ну вот фактически мы можем кстати отсюда с вами наблюдать расположение будущего детского сада на площадке да 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 вот на этой площадке за бытовым городком непосредственно потом вот где вот дальше мы можем фуру там наблюдать проект уже согласован я скажу так если не ошибаюсь он должен быть даже подписан уже с властями потому что это фактически будет сначала за свои средства все строится потом уже передаваться муниципалитет но хотя вот здесь тоже можно интересно посмотреть ведь вертикальная разводка в каждой плите есть технологическое отверстие вот они стаканы через которые проходят трубы и вот можно посмотреть как это выглядит пока все не за чекань ну соответственно в принципе как говорится здесь еще дом находится в таком так скажем еще монтаже отчасти с точки зрения именно внутренней отделки но далее смотреть здесь слушайте а что это за такая интересная канализационная труба у вас не серого цвета стандартно это вот так очень что и по толщине толще с учетом опять-таки еще раз повторюсь всего происходящего да на сегодняшний день ну это уже отечественные производители да то есть но к серый возможно делается есть до серы ну здесь вот вам правда не подскажу ответ на этот вопрос система пожарной сигнализации дыма удаления тоже уже все смонтирована здесь вот мы с вами сейчас видим так скажем одну архитектуру фасада да то есть торца дома и сейчас еще с другой стороны посмотрим но там немного уже другая архитектура первые этажи у нас соответственно это коммерческие помещения с отдельными входами все все коммерческие помещения так как мы закрываем всю придомовую территорию как и от транспорта так и от посторонних все входы у нас соответственно располагаются снаружи как можете обратить внимание уже столбы освещения установлены асфальтирование территории проведено вот можете направо посмотреть этот как раз вот здесь уже мы сделали подготовку под будущую архитектуру именно озеленение ландшафт то здесь будет соответственно пешеходные зоны ну и соответственно будет установлена стела которую как вот вы видели у нас и на макете на раздаточном материале ну и соответственно вот отчасти что мы можем наблюдать планируем конечно же безусловно здесь также продолжить закрытие вот это вот бетонной стены с колючей проволокой вот ну и соответственно чтобы все-таки глаз радовалась отдельный момент который хочу акцентировать внимание у нас уже работает архитектурная подсветка нашего жилого дома в данном случае 6 вечернее время ну можем вам сбросить фотографии то есть у нас где-то ориентировочно в 17 00 там как бы сдвигается по фотохромному датчику 1700 уже дом у нас подсвечен и это уже у нас если не ошибаюсь мы уже его включили по моему в октябре прошлого года и на сегодняшний день как вот по обратной связи от многих до в данном районе это наверное единственный дом который уже ну имеет такую архитектурную принципе подсветку собственно на первый взгляд фасад вообще ровно даже вот эти линии которые идут стык панели но клинкерная плитка смотрится просто шикарно очень красиво отсюда кстати пар идет сам фасад это композитный материал это композит тонкий он 10 миллиметра 4 так на вскидку алюминиевые стальные композитные панели обратите пожалуйста внимание андрей что в зависимости от выбраны от выбранного планировочного решения люди у нас получают либо частично закрытые лоджии либо прям полностью с панорамным остеклением да это кстати вот панорамка вообще круто и света много и вид классный но он совсем другой то есть другой уже вид да то есть здесь оно такое здесь во первых подсветка такая соответствующая очень красиво смотрится красиво да не спорю пойдемте теперь уже во внутрь еще нравится знаете что у вас здесь панели они во первых разного разной площади разного размера и они очень большие причем вот эти вообще смотрю элемент угловые которые под дерево суши класса можно подойти посмотреть да да ну я бы вас туда запустил но только там везде сейчас работа ведутся как говорится везде ключи все разобрана а посмотрите то что здесь у них друзья веревку натянули для того чтобы все ровненько было ну соответственно у нас как игру вот входная группа да то есть по любимое место под коврик это здесь да у нас будет соответственно решетки здесь вот сразу из практики большое расстояние очень комфортно когда люди с колясками из крупногабаритным заходит грузом алюминиевые двери везде стекла были на туда круто они как делают бойницы и потом никого не видно ух ты ух ты сибирь почтовые ящики и вот уважаемые хитрые обратите внимание дом еще не сдан но на всех почтовых ящиках есть нумерация заводская они как сдали на принтере криво косы напечатали также наклеили слушайте вот эти ламели очень круто смотрится давай сюда сейчас зайдите вот здесь сейчас что увидите но это первый этаж мы поднимем поднимем все выше вот обращаю ваше внимание вот у нас появился такой ящик очень интересный вот мы еще хотели назвать его для розжига но решили назад все таки спамом инспектор бы ранее оценил пожарные за они ставят да потому что к сожалению люди проходят за ними эти спамеры вот соответственно лифта у нас значит важный момент здесь есть указатель это для меня огромный плюс потому что я периодически хожу и просто блуждаю не понимаешь где лифтовой холл иногда хочешь открываешься двери и чтобы понять вообще где он лифт груза пассажирский пассажирский и здесь друзья смотрите что есть электронные панно и ты понимаешь на каком этаже находится лифт он уже подключил если не ошибаюсь по моему работа если только там сейчас разгрузку не делают да нет едет все поехал то есть можно наверх подняться соответственно поехал вот здесь еще так скажем отделки все ведутся сразу хочу предупредить что тоже какое у нас вот сейчас новшество до планируется мы отходим от закрытия лифтовых кабин вот таким различным материалом ели деревом и так далее что мы планируем уже так скажем у наших коллег по рынку посмотрели это будет соответственно определенный такой сайдинг который мы здесь будем устанавливать на котором будет вся подробная уже информация по управляющей компании антивандальное покрытие на который более да близко уже будет как будто что это естественное состояние до лихтовых кабин так смотрите по лифту сразу датчик сверху донизу если даже маленькая собачка или попугайчик пойдет то дверь не закроет а то есть вот сейчас срабатывает подняться можно наверх ну подняться вы прям хотите доверка там просто все закрыто мы можем просто по повердовер подняться картинку но подождите сейчас еще не до рассказал вот здесь вот уже закрыто у нас панно которое вот вы можете тоже видите у нас так скажем на в раздаточном материале да но я так скажем скрывать не буду то есть он вон она по светкой здесь у нас как у нашим и раздаточном материале здесь представлен представлена тайга лес ели за соответственно к закаленным стеклом закрыта ну и соответствующая подсветка для того чтобы не дай бог не повредить да да так точно подсветка на потолке классная и и вот эти датчики да то есть заходишь и включается свет это большая экономия слушать давайте прокатимся в принципе до верха еще бы хотелось чтобы лифт был вот так так удобнее длинномерные предметы закидывать эти вот даже уже фактически вот производитель уже брендирован ну вот непосредственно тут еще ведутся отделки здесь у нас это все будет закрываться соответственно еще это будет закрываться рольставними как с двух сторон да то есть но и по технике в принципе да то есть безопасно вот фактически так 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 подождите подождите выходим из лифта ну понятно дает там переклеит эту цифру этажность нумерация квартир о господи что я вижу как гостиницу пришел реально сушки классно вот я с первого раза вижу что прям на двери наносит нумерацию и ты выходишь более и вот здесь тоже 173 квартира вообще четко очень четко все указатели как указатели есть вот это для меня плюс слушать и штукатурка очень красиво смотрится ну я вам еще колясочную покажу где вот мы потом будем добавлять еще так скажем да в различные слушайте отделка классная соответственно я могу вот открыто сказать что не каждый питерский застройщик может так сделать к сожалению еще еще будем доделывать еще будем доделывать кое-какие такие моменты так ну и пойдемте наверное сразу пока лифт здесь а а а а а а а а ничего мы не сделаем пешком пройдемте ничего страшного пойдемте как раз вниз там панорамный будет очень интересный вы не спрощите да и вообще ходить полезно так 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 все вот это такой интересный момент в общем всегда с обращая внимание вот на эти моменты обратите внимание вот она коробка металлической двери которая выходит на межквартирный коридор где-то штукатурку видите на ней я не вижу и вот так должно быть принципе у всех как-то сами себя заблокировали на семнадцатом этаже в первой секции дом 6 а совсем забыл что мы все же по перекрывали вот потому что как говорится да уже высокой степени просто все готовности ну и соответственно чтобы но тоже до момент обычный лючок ну я ничего не могу сказать плохую то что обычно все заляпываю 10 чистенько красиво почему я всегда их открываю смотрю с точки зрения это обслуживание потому что бывает когда такие лючки делают и знаете как сказать да разные я это часто вижу когда открываешь примеру она вот здесь находится в углу другом и либо она такая здоровая что этот лючоку либо по размеру так скажем не связь эти красивые вот этот очень у нас же она полностью полнотелая и утепление фасада происходит уже снаружи до этой этого железобетонного изделия в два слоя соответственно шахматном порядке чтобы избежать мостиков голода ну и далее уже вент зазор вент зазор и далее уже композитный материал который это всем закрывается обшивка стандартная обшивка лифта лифтового входа в лифт и обычно первый этаж вот такой красивый серебристый а приезжаешь на последний ли там на второе то там она просто такой серого убогого цвета смотрится очень неказисто вот смотрите друзья 18 этаж соответственно очень интересная такая вот у нас еще отделка появляется да как его мы называем как у нас называют отделочники это шелк то есть как вы видите да то есть очень такой на самом деле сложная сама по себе считается отделка потому что должна быть очень идеальная стена для того чтобы этот шелк сделать здесь вот соответственно уже наши да то есть непосредственно даже отсюда мы можем с вами наблюдать монтаж уже дома г как он идет уже началась также параллельно монтаж третьей секции то есть здесь у нас слева направо расчет идет пойдемте проходить так это у нас дым этаж а вот непосредственно у нас соответственно сам этаж все также ну тоже что жаль или даже указатель что на 17 этаже а то здесь здесь нет скорее всего будут просто вызовные кнопки здесь кнопку вот а может быть а может быть и панель до панель что выходов очень много да как вы можете наблюдать квартиры соответственно поэтажности какие что плитку красивенько очень делаем вот такими еще поперечными но и теперь давайте у нас на вторых этажах во всех наших домах находятся колясочные велопарковки вот теперь давайте зайдем посмотрим так скажем нашу колясочную заходите она очень интересная как вы можете заметить особенно она большая на то есть вот здесь вот как раз мы тоже применили так скажем вот этот вид отделки как можете посмотреть ну и само освещение смотрится да красиво цвет мне нравится мне нравится что очень аккуратно это сделано очень так что вот эти все переходики когда смотришь на нигде не подзаляпа на там ничего не здесь у нас также предусмотрены на вторых этажах индивидуальные так скажем колясочные кладовые о то есть это за дополнительные деньги да да сходим к минимально стоит на силу но на сегодняшний день ориентировочно то есть цена мы их еще не открывали продажи это порядка 100000 рублей за квадратный метр площадь у них порядка двух квадратных метров вообще кладовка я скажу это классное решение для хранения так ну и пойдемте наверное уже потихоньку часы расскажу так скажем да наши интересные моменты с точки зрения что мы планируем то есть в данной секции у нас находится 11 квартир на площадке но в данном случае есть потому что здесь колясочная у нас располагается вообще у нас максимальное количество квартир на площадке это 11 а минимально это четыре квартир на площадке зависимости от выбранного дома ну вот тут сейчас немного приоткрою занавеса части тайны вот давайте начнем с входных дверей берешься что белое панно белый подходит вообще ко всему во-первых посмотрите даже по самой двери то есть она внутри там шумолизационный материал то есть она это не простая какая-то дверь как показывает практика в последующем у нас наши жители это не менее меняют двери да ну и здесь нужно все-таки соблюдать архитектуру отдельно вот можно зайти сейчас посмотреть здесь у нас готовится так называемый техно-рум где у нас будет представленного разрезе оконной системы системы отопления будет так скажем в разрезе до стяжка пола и так далее которого в принципе здесь кто-то может наблюдать то есть здесь в таком фактически видимо передаем наши квартиры с предчистовой отделкой сейчас вот пойдемте наверно чтобы не мешать соседей да ну пойдемте посмотрим другую квартиру в данном случае ну вот мы можем посмотреть вот это у нас штукатурка и здесь были маяки которые вытащили до штукатурка да 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 вот посмотрите потому что посмотрю я вижу пострелять за то есть насколько да ровно и то есть как все это сделано ну я скажу так фактически если ну здесь можно что фактически по маякам что который то можно по пальцам одну руку вот соответственно тоже очень интересное планировочное решение или это холл а подождите я не понимаю это это не кухня это это не кухня здесь в общем смотрите фактически это квартира свободной планировки а это 62 квадратных метра средняя площадь таких квартир и в данном случае нашим будущему нашему клиенту который выберет данную квартиру уже можно самому решать да то есть сделать из нее так скажем двухкомнатную квартиру либо даже малогабаритную трехкомнатную квартиру потому что да всякие жизненные ситуации у людей бывают у кого-то денег хватает на одну на одну площадь у кого-то не хватает в данном случае человек выбрав эту планеру это планировочное решение может сделать реально небольшую малогабаритную трехкомнатную квартиру путем того что здесь три окна ну и вот она у нас кухонная зона здесь площадь порядка 14 с половиной квадратных метров что на мой взгляд я скажу так я сам жил и в 10 квадратных метров я считал что это уже довольно таки не маленькая кухня но здесь 14 половиной то есть и путем того что вот мы делаем да так такие свободные части планировки что не свойственно не свойственно да для домов и железобетона да то есть из панелей ну вот у нас такая возможность для наших клиентов присутствует с но вот это во первых окон еще очень круто что створка не открывается потому что большое количество света пойдемте а я сейчас хочу знаете на что обратить внимание почему мы не делаем мы в свое время делали отделку оконных проемов до были наборы откосы подоконники потом мы от этого отошли почему ну во первых мы даем возможность человеку уже сразу понять и увидеть что окно установлено качественно нету как вот показывает практика когда есть доборы откосы когда ты начинаешь скрывать добора там понимаешь такая здоровая какая-то щель продувает и так далее здесь ты прекрасно сразу же понимаешь о том что оконная система установлена правильно нету никаких щелей и дальше уже человек принимает решение какой ему подоконник поставить и какой добор а может быть он хочет бежевая не белый и как показывала опять-таки практика многие допустим подоконники меняли ну и смысл да скажем что подоконников нет ну вот в выбрасывать деньги на ветер ну как бы зачем ну вот в этих еще квартирах очень шикарный на мой взгляд лоджии да если вот в целом так вот посмотреть то есть это большая площадь то есть где ты можешь сделать отчасти для себя какую-то даже зону кто-то здесь делает даже рабочая часть для себя кабинет кто-то турники тут ставят и так далее и на что хочу обратить внимание посмотрите но на ваш взгляд что это ну так этот выход вывод под конденсат под конденсат кондиционеры что вот мы опять-таки для себя свое время сделали решение мы не только да здесь вот это вот вопрос да потому что здесь уже люди мы тоже и для себя понимаем что нужно по идее подготовку делать а кто-то сам протягивает куда ему до лучше ну здесь вопрос такой он щепетильный по той самой причине мы думали и периодически поднимаем этот вопрос а как может быть подготовку сделать с точки зрения электрики да и так далее ну в общем вопрос такой сложный и скажу так немногие к сожалению из наших коллег делают выводы под конденсат я согласен то что с розеткой это проще а вот конденсат переставьте как это тело куда-то ну все а вот у нас такая соответственно система дозателем обычно бутылочку поставил пластиковую вот тоже да и такое приступать давайте мы сейчас для ваших клиентов кто уже приобрел и для потенциальных покупателей измерим метр двадцать три это у нас получать от гипсокартона до вот этой стены то здесь в принципе встанет столик ставить стулья можно поставить какую-нибудь гамак а вот здесь у нас утеплитель да под гипсокартоном да так точно лоджия хорошая большая тут ли это вообще можно раскладушку поставить и спать ну и на что вот я хотел обратить ваше внимание да с точки зрения вот они клапана индивидуальной вентиляции киевы так называемых до который вот вы ели видели то есть данном случае мы понимаем да вот так вот ну вот он открывается ты соответственно можно то есть естественный воздух до который сюда может поступать многие мы видим как делают эти клапана вентиляции индивидуальной устанавливают сверху где-то да там сбоку справу но вообще по идее поступающий снаружи воздух он должен все-таки проходить через какую-то систему отчасти подогрева да потому что вот поставили мы здесь либо поставили мы здесь здесь он соответственно заходит все-таки осуществляет зимой будет нагреваться конечно конечно почему мы у многих да так скажем да наши коллег видим когда допустим где-то сверху сбоку даже особенно всесильные холода там даже киржак может до появится так скажем от холода потому что ну как вот опять-таки с нашего проектного института что это более правильное место расположения этих клапанов скажу что тоже смотрю четвертое окно и реально очень круто если вот так везде все зачем сейчас все с вами увидим все пойдемте вот так вы получается а подождите давайте мы посмотрим это у нас ванная комната до по загребнивый блок заземление выводы под полотенце сушитель к соседям бетон отличный звукоизоляция потолки вы везде штукатурить да они везде у нас выровненные то есть как можете обратить внимание кто-то их красит тут почему-то ну натягивает натяжной потолок но ввиду так скажем дополнительное освещение и тогда пойдемте сейчас кое-что я уже покажу так скажем этот в таком виде мы нашим клиентам квартире передаем при чистовом виде а у вас же есть еще чистовая а у нас есть еще и чистовая такая еще подождите это еще все у нас три у вас там 33 их еще вот она наша чистовая отделка вот здесь соответственно мы можем с вами наблюдать следующий очень интересный момент наши чистовой отделки вы можете кстати это все посмотреть на во первых наши чистовой отделки сразу предусмотрены полы с подогревом да то есть которые вот мы можем да то есть вот он принципе все в рабочем состоянии все работает кто хочет можно вот это демонтируйте поставить вообще в такой цветной красивый да разные да они есть то есть соответственно все у нас закрывается но у нас уже будут потом в будущее уже изменения то есть вот можете посмотреть так вот мы делаем большая хорошая ванна мне нравится что вот здесь есть место сюда как раз стиралка нормально влазит рамы сразу как вы можете видеть мы подготовку сразу делаю полотенца тоже комфортно потому что вещи можно послушать место подвода нагреватели под подключение сразу делается вот это кстати очень огромный плюс я скажу потому что когда вырубает воду тоже отличительный момент то есть уже в чистовой отделке будет вот эта сантехника что мы все да да все вот вы сейчас вот видите фактически ну кроме зеркала и здесь все вот это вот вы можете наблюдать и обратите внимание кстати некоторые застройщики либо вообще не ставят экран дивана либо делают его таким недорогим пластиком здесь плитка и я здесь вижу как раз лючок для обслуживания о и смотрите еще классная штука часто вижу что вот например ванна не доходит до конца и вот здесь просто застройщики оставляет дырку и ты должен сам догадаться что нужно сделать здесь уже все сделано это тоже большой плюс и плюс даже за силиконе вот собой его такие будут да с один но здесь я скажу так у нас у клиента возникает потом возможность выбора обоев какие они то есть хотят выбрать да то есть есть когда мы допустим стену такого формата смелы курчатский да то есть ну вот кстати преимущество окна увеличенного до света то есть света больше и так далее два на метр шестьдесят но огромное и давайте измерим здесь высоту потолка то уже с отделка у нас под ключ здесь с учетом того что еще сколько 63 а это надо смотрите что учитывать 263 почему здесь еще сделали подложку дополнительную дабы ламинать плюс соответственно натяжной потолок съел здесь натяжной здесь не вырвана здесь можно так скажем да с высотой потолка зависимость того что ты хочешь конечно она варьируется кухня здесь тоже делал на все выводы все закрыто обои ламинат здесь эти прилично сделали трубы толстые учим тут у нас тоже натяжной потолок когда отделка идет натяжной потолок довести да потому что там у нас еще возможность появляется у клиента дополнительно да какие-то зоны световые до светильники добавить и так далее то есть это возможность тоже присутствует клапан потом здесь тоже до забрал закруга да 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 конечно это все закрывается а самое вот интересное что мы еще нашим клиентам сегодня показываем проходите этот возможность как можно в рамках какого-то выбрать выбранного решения планировочного реализовать свою какую-то идею с точки зрения да квартиру вот мы сейчас в аналогичную квартиру как мы ее сдаем в предчистовой отделке мы с вами я думаю на третий этаж поднимемся и как раз в живую посмотрим и вот обязательно обратите внимание то есть здесь вот уже можете проходите пожалуйста здесь вот можете наблюдать так скажем полноценные вот шоурумы здесь мы с вами видим уже нашу мебель собственного производства наши шкафы можете обратить внимание то есть у нас есть еще следующий вид так скажем отделки наших квартир не только чистовая но и в том числе и с мебелью кстати вот сейчас в наши дни это огромный плюс если я к примеру приобрел квартиру с чистовой отделкой и с мебелью я на мебель тоже гарантию получаю да 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 какая гарантия на мебель здесь я вот прям моменте вам сейчас не скажу то есть да в зависимости так скажем да от того что вы приобретаете но вот давайте сейчас тоже с вами посмотрим вот она отделка можете посмотреть да на ту же самую так скажем что плитка хорошая платье сушитель принципе удобно встанет тоже вот подогревом розетка заземлил подогрев соответственно присутствует как вы видите ванна могут все нормально в принципе места хватает вот тут большой санузел только думаю куда стиралку поставить ну либо сюда к параду либо сюда вот узкие езда ставят ну не знаю здесь можно либо даже сюда рассмотреть туалет хороший большой да то есть вот и полка для хранения и светильные приборные кстати нравится как смотрится очень хорошо вас подобрали соответственно здесь вот можно да спальню наблюдать так скажем вот они вот эти клапана вентиляции которые вы можете да наблюдать соответственно они у нас получается в каждой квартире в каждой квартире в любом случае в обязательном порядке да они присутствуют так вот это у нас паркинг соседний дом а вот здесь чтобы то это дворовое пространство вот это вот как раз тот самый закрытый двор который вот вы видели в макете который будет полностью закрыт от какого-либо транспорта и здесь только будет прогулочная зона и соответственно зона отдыха и вот можете оценить до соседнего дома у нас тут 150 метров ну вряд ли 150 я думаю около 100 по моему 120 даже где-то может быть около того ну просто так прилично очень ну вот я и говорю как бы на макете ты смотришь вроде кажется все вот близко почему то я тоже да большинстве своем подвожу клиентов всегда к окну чтобы они оценили какой все-таки придомовая какая большая придомовая территория тут расстояние очень прилично тут в принципе можно еще один дом построить обои симпатичные мебель тоже мне понравится пойдемте с вами кухонную зону посмотрим о да давайте которая вот как раз тоже сердце да ну здесь вот тоже если вот эту зону смотреть здесь кто-то делает гардеробную перегородку ставит перегородку да то есть отдельно там слушайте мне вот нравится что у вас кто разрабатывал вот это очень вообще здесь в тему и для сезонной одежды и шкафы для хранения это для обуви я так понимаю и причем ты приходишь и заходишь оно тебе вообще не мешает кстати и до самого потолка еще обходит потолок ну в общем вот в этой еще зоне обычно стоят стиральные машинки а ну вот как раз да я вижу там лечо где можно подключиться ну а вот соответственно наша кухня которую вы можете наблюдать то есть это вы тоже сами производите кухонные гарнитуры наши да то есть вот в данном случае человек у нас может также выбрать кухонный гарнитур соответствующего оттенка да то есть соответствующей наполняемости все соответственно это у нас также клиенты выбирают слушайте очень красиво все собственного производства ну вот фасад смотрится красиво я еще как раз немножечко снял когда сюда заезжал и когда сюда едешь конечно ну на фоне подсветку это вот вечером да Андрей вот подсветку если вы вот еще еще увидите подсветку а вам сейчас просто видео покажу наше да то есть и в принципе фотографию как выглядит подсвеченный наш дом идеальный порядок настройки просто идеальный на данный момент по жилому комплексу Сибирь действуют три способа покупки три основных способа покупки первый это стопроцентный расчет в данном случае все денежные средства сразу вносятся на эскроу счет второй вариант покупки это рассрочка по рассрочке первый взнос минимальный идет 30 процентов остаток идет до момента ввода в эксплуатацию очень удобная программа для тех у кого есть уже собственные средства в размере не менее 30 процентов ну и соответственно в период стройки никаких дополнительных платежей вносить не нужно данная программа удобно тем кто опять же не хочет платить в период строительства и не забывайте что всегда по рассрочке на остаток можно взять ипотеку то есть перед сдачей дома просто берется ипотека и тем самым вы экономите свои переплаты в период строительства третий вариант покупки это ипотека здесь отмечу что мы работаем по стандартным программам со всеми банками то есть нет каких-либо ограничений в любом банке можно рассматривать ипотеку стандартные программы которые сейчас действуют это ипотека с господдержкой это семейная ипотека это военная ипотека это IT ипотека также из интересных условий которые мы выделяем это субсидированная ипотека которая действует у нас сейчас с тремя банками это Сбербанк Альфа-банк ВТБ и Дом.РФ то есть в данном случае субсидирование идет платное то есть в среднем удорожание там идет порядка 10-20% в зависимости от программы и ставка становится 3% обращаю внимание что ставка 3% она на весь срок становится если планируется покупка квартиры в ипотеку на долгий срок ну то есть 10-15-20 лет то как раз таки эта программа субсидирование платное она становится выгодной то есть здесь в дальнейшем на переплате очень большие суммы чуть ли не в 2 раза они как раз таки экономятся Друзья мы с вами посмотрели то что вы еще не видели за эту проведенную экскурсию давайте вместе в комментариях скажем большое спасибо представителю застройщика группы компании Союз Александру ну и на этой положительной минуте мы с вами не прощаемся а говорим до скорой встречи всего доброго спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»